Автоваз отмечает десятилетие своего главного хита – модели Гранта. Как напоминают вазовцы, за основу новинки была взята Калина, которую предстояло радикально удешевить, создав современную альтернативу заднеприводной классике. Стало совершенно понятно, что эпоха классических автомобилей подходит к концу. И мы увидели, что продажи автомобилей классика сильно падали. Поэтому появилась задача создать современный, новый, переднеприводный автомобиль. Очень важный момент, что пришла идея создать две творческие группы. Одна творческая группа занималась вопросами, связанными с уменьшением себестоимости автомобиля. И им была поставлена задача попытаться в этом автомобиле изменить все и, может быть, даже исключить максимальное количество каких-то элементов, которые не противоречат законодательству Российской Федерации. А второй группе, наоборот, мы поставили задачу создать современный и очень интересный автомобиль для наших клиентов, для наших покупателей, который может продаваться в течение 10 лет. И эти две команды не знали о существовании друг друга. И работали параллельно примерно 4 месяца. В итоге исходную «Калину» не только удешевили, но и улучшили. Поэтому «Гранта» получила более вместительный багажник, а также весьма интересную базовую версию. С подушкой безопасности водителя и передними вентилируемыми тормозами. «Практически все узлы агрегата в платформе «Калина» были изменены. И это очень важный момент, который позволил автомобилю представить, в общем-то, показать новые потребительские свойства. Это был залог успеха. Часто люди подходят в супермаркетах, просто на улицах, подходят и спрашивают, это же вы были первым директором автомобиля «Гранта». До сих пор жмут руку и говорят, замечательно, вот после классики это совершенно другой автомобиль, нам так нравится и недорого. Продукт очень хорошо получился, он занял ту самую интересную нишу, самую, может быть, массовую нишу тех автомобилей, которые необходимы в нашей стране. А еще эта модель стала первой отечественной легковушкой, серийно получившей автоматическую коробку передач. С 2012 года машину начали оснащать надежным и недорогим автоматом японской фирмы «Джатко». За время своей конвейерной жизни «Гранта» пять раз становилась бестселлером российского рынка. Правда, в этом году ВАЗовский бюджетник, похоже, уступит позицию Вести, так как «Грантовский конвейер» по причине дефицита микрочипов работает слишком неритмично. Впереди машина ждет смена поколений, в 2023 году «АвтоВАЗ» предъявит вторую генерацию хита. Она будет построена на французской платформе от альянса «Рено-Ниссан», то есть станет ближайшим родственником третьего Логана.